Парковка Ежедневно во дворах мы наблюдаем одну и ту же картину плотной ряды автомобилей. Кто успел, тот занял самые хорошие и безопасные места, а кому места не досталось, тот ставит как получится. И никто в такой ситуации не думает о проезде пожарной техники, так как меньше всего мы ожидаем, что произойдет беда. Чтобы вы понимали, наш рейд по пожарным проездам во дворах прошел именно там, где совсем недавно произошел пожар на верхних этажах. Оказалось, что этот случай ничему не научил. То есть они сейчас будут пробовать вот здесь проехать, да? Как видите, разъехаться здесь не смогут даже легковушки. Что уж говорить про большую технику. Вот мы здесь видим, что пожарная автолестница точно не подъедет. Любые машины, спецтехники точно не подъедут. И для растаскивания пожарные обладают полномочиями в случае чрезвычайной ситуации совершать какие-то действия, направленные на перемещение техники. Но это время. А на пожаре, где каждая секунда, это чья-то жизнь, конечно, вот это время ляжет в жизни людей, к сожалению. Такие случаи, они почти каждый раз происходят, когда выезжаешь на пожар. Конечно, бы хотелось, чтобы ее было меньше. Помню, что приходилось машину отодвигать именно толпой, как-то вместе взявшись за крылья, отодвигать машину в сторону, чтобы проехать буквально там 10 сантиметров. На самом деле решают, решают какие-то там буквально 5, даже сантиметра. В пожарно-спасательной технике всегда нужен радиус для разворота, но во дворах, той же снеговой паде, места для маневра нет. А что делать в таком случае? Почему нельзя по тротуару, например, проехать? Беда нет. В данном случае мы смотрим, в принципе, проезд, возможность проезда пожарной техники в тех условиях, которые приближены к реальной обстановке. Вот еще не ночь, еще нет загруженности при домовой территории максимальной. То, что сейчас, это люди еще не вернулись с работы. Но, если не может подъехать основная пожарная машина, которая прокладывает магистральные рукава для тушения, то они имеют возможность проложить их немножко с удаления. И количество рукавов пожарных обеспечит такую возможность. Кстати, на такие рейды люди реагируют по-разному. Когда ничего не горит, а пожарная машина рвется во двор, пробивая себе путь между машинами жильцов, это вызывает агрессию. Все, будем машину ломать. А если можно там, вон там, вот, буквально, посмотрите, через 200 метров такой же заезд. Нет? Ну нет, не похоже. Пройдите туда, там такой же заезд. Нет, надо вот эту машину убрать. Даже некоторые грубости переходят, отзываются, думают, что мы им угрожаем. Хотя мы просто приехали из двух сторон, проверяем пожарные проезды не только к этому зданию, да, к абсолютно прекрасному зданию. Мы проехали, мы начинали с определенных. У нас было, да, момент тот, где были пожары. Вот вчера здесь буквально мусорка горела. До этого мы приезжали на здание, где был пострадавший человек в ноябре месяце. Но когда пахнет жареным, в самом буквальном смысле жильцы готовы объединяться. Есть адекватные люди, которые помогают, на самом деле даже их не просишь. Они сами подбегают, что, что как, где помочь, что горит. Вот. Сами пытаются позвонить владельцам автолюбителей. Пытаются как-то с ними созвониться, чтобы они убрали. Все стараются делать. Да, есть такие люди. Это очень, очень мы им благодарны за их помощь. Потому что для пожарного этим заниматься вообще некогда. На Адмирал Горсского 44 я бы хотел, да, отметить, что люди, военнослужащие, да, которые бывшие на пенсии, они там сами приняли меры. Они рукавную линию провели от пожарного крана. И сами приняли стушение пожара, убедившись, что их жизни ничего не угрожает. А что делают в таких случаях пожарные? В пожарных таких случаях они продолжают работать. То есть они используют, да, протягивают линии рукавные более удлиненные, да, где-то поиспользуют внутренний пожарный водопровод. Пожарным ничего не остается. Они обязаны спасать жизнь, и они будут это делать, невзирая ни на что. Мы стараемся по возможности, если остался номер телефона звонить, но если уже конкретно очевидно, что там пожар, то мы начинаем протягивать вот эти все магистральные линии. От места, куда максимум мы смогли подъехать. Были такие случаи, что мы приезжали, ну и все. 500 метров до дома горит. И что, тут зима, сугробы. Что делать? Пришлось всю рукавную линию вот эту магистралку вытягивать. Представляете, сколько времени растянуть магистральную линию? Многие считают, что у пожарных на такой случай должно быть все предусмотрено. Например, автолестница, которая протягивается через двор к месту возгорания, и все спасены. Но это ошибочное мнение. Пожарная техника ни в одной стране мира до верхних этажей не дотягивается, потому что у нас есть небоскребы, есть системы. Поэтому мы говорим сегодня о тех, наверное, мероприятиях, которые позволяют пожарной технике снимать людей хотя бы с 16 этажа. Снеговая пать – это не исключение. Не только здесь запарковывают дворы. Это просто наглядный пример, как жители города относятся к собственной безопасности. Потому что отсутствие подъезда к их домам – это прямая опасность их жизни и здоровью в случае возникновения пожара. Можно как-то решить вообще вот эту проблему запаркованности в нашем таком автомобилизированном городе? Вопрос даже не стоит, можно или нельзя. Вопрос стоит в том, что нужно решать эту проблему, потому что это непосредственная угроза жителям нашего города. В случае возникновения пожара вот в такой ситуации спасать людей будет невозможно. И мы практически это вот сейчас посмотрели, как происходит развертывание пожарной техники в этих условиях. Подъезда нет, возможности достать до верхних этажей нет, соответственно, спасение людей производить невозможно. Решать можно. Для этого собственники жилых помещений должны определять у себя, выгораживать схему проезда пожарной техники, которую нельзя запарковывать. Вот эти комиссии поставили, для того, чтобы можно было хотя бы с боков подъехать и снять с верхних этажей людей. Люди у нас, в принципе, в этом вопросе очень законопослушные в нашем доме. Я не скажу, что вот если говорить человеку не парковаться на углу, они это стараются делать. Говоришь, что нельзя в этой области парковаться здесь. У нас шлагба, мы специально для того, чтобы сделать проезд, безопасные техники. У нас, помимо того, что есть консьерж, у которого есть принудительное открытие кнопки, у нас есть вот ремонт стоит. То есть мы стараемся любыми способами все равно обеспечить свой дом. Да, многие горожане жалуются на нехватку парковочных мест. Но есть дома, где жильцы прекрасно понимают, что пожарная безопасность превыше всего. В плане пожарной безопасности мы все равно стараемся, чтобы у нас дом соответствовал всем нормам и требованиям, которые предусматриваются правилам противопожарного режима. Приморье, к сожалению, знает случаи, когда припаркованные автомобили не пустили пожарных к месту ЧП. Да, пожарные могут сами убрать или подвинуть наши машины. Но почему они борются за наши жизни, а мы их не бережем? Наверное, на законодательном уровне можно принимать какие-то инициативы и решения по упорядочению вот этого вопроса проезда пожарной техники. Ну вот, решение однозначно искать нужно. Законы, они как обычно, они действуют. На кого-то они действуют, на кого-то нет. Но, по крайней мере, человек должен поступить на данный момент по совести. Что сегодняшний рейд нам показал? Сегодняшний рейд показал, что проблема эта существует очень остро. Несмотря на то, что идет информирование от главного управления МЧС России, от министерства ГОЧС Приморского края, от администрации, информирование жителей о необходимости упорядочения парковки на придомовых территориях. Такая работа в большинстве случаев не проводится. И основная часть зданий у нас, к сожалению, сегодня не имеет пожарных подъездов для развертывания пожарной техники. Каждому жителю многоэтажного здания обратить внимание на то, что машину, наверное, можно поставить немножко дальше от дома. 200, там, 300 метров от дома. Но это обеспечит возможность спасения его, его семьи, его соседей в случае возникновения пожара. Сотрудники МЧС не стремятся наказать автомобилистов. МЧС просто просят. Если у вас нет возможности поставить машину так, чтобы никому не мешать, просто будьте готовы откликнуться вовремя. И чем раньше вы поможете огнеборцам, тем больше у них шансов. Очень непросто найти в наших дворах места для парковки. Их на всех не хватает. Но и нельзя быть слишком самоуверенными и думать о том, что с вами ничего не произойдет. Поэтому отрабатывайте правила безопасности со своими соседями. И будьте всегда готовы помочь огнеборцам спасти вам жизнь и здоровье. Берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова